Девушки отдыхают Сборная России по мини-футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. В одной восьмой наша национальная команда переиграла сборную Вьетнама 3-2. Соперник россиян по четвертьфиналу определится сегодня в противостоянии Аргентины и Парагвая. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи. Девушки отдыхают 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 Это говорит о том, что это признание в Санкт-Петербурге, которые учились вместе с тем, как и Мансуровым. Были приездники, он часто говорил об этом в молодежной среде, говорят, что он еще в школе угрожал учителям, которые ставили ему тройки, что однажды он их всех убьет и поклитается за несправедливые оценки. Другие говорят, что мать его недавно заявила, что он был тихим, неконфликтным ребенком, который особенно ни с кем не общался, сидел дома. И, как добавил его отец, в основном занимался только компьютером, почти дословно. То есть, с одной стороны, говорят, что были признаки, по которым можно вычислить, если обращать на них внимание, конечно, этого стрелка. Другие говорят, что нет обычной тихий ребенка. Как быть? Не нужно ли обращать внимание на всякие признаки? Или это приведет только к паранойи? Можно быть подозрительно по отношению ко всем людям, которые чуть отличаются от того, как вы считаете, должны быть спокойнее. У отца бывает на ваших текстовых сообщений 8 9 2 5 2 2 2 2 9 9 9 2. Как всегда, по четвергам этот час мы проведем с нашим постоянным экспертом, клиническим психологом Марией Писелевой. Она уже на связи с нашей Эстонией. Марией Писелевой. Здравствуйте, приветствую вас. Доброе утро. Марией, вот сидя опять начались рассуждения о том, как распознать Колумбайна. Есть ли что-то общего у молодых людей, которые хватаются сооружем? Ну, безусловно, какие-то общие черты просмеживаются, но сказать, что они все идентичны и одинаковы, тоже их неправильно. И сказать, что люди, обладающие их в какими-то похожими чертами обязательства, должны превратиться… Мне не нравится слово «Стрелок», я только раз уже говорила, оно супер романтичное, как слишком, да? Это просто убийцы, которые, ну, вижу мы разные, они здоровыми, они здоровыми мотивами. От того, что они молодые, от того, что они целужемые, они не умоляются, изменяемые, они были изменяемые, никак не умоляются того преступления, которое они совершают, это не просто следующие учебные развлечения. Но, тем не менее, действительно, у нас существует новое учителение, кажется, и просто в окружении есть представление, что в кругу составляются шумные, глиные хулиганы, которые в юриду, которые отвечают на уроках, берутся в коридорах, прокуливают, покуливают. В общем-то, как-то, всеми силами демонстрируют свое нежелательное поведение. И не часто, действительно, ребята имеют какие-то внутренние конфликты, не могут в порыве усиленно совершить неправильное действие правомерное. Но они, с одной стороны, они на контроле, постоянно находятся, с другой стороны, у них постоянно приходит отреагировать, то есть эти выплески, то есть эти закопленные подачи, никакой энергии, иногда адекватные, иногда неадекватные, но этот выплеск происходит периодически в этих драках, в этих спорах с учителем, с родителем, в ярко выраженном таком подростковом кризисе, когда и будет стройка, явно и сценивание, и будет в каких-то таких идеалах. И, в общем-то, эти шумные дети, они считаются очень неудобными, в сложных условиях, но они понятны, о чем можно разговаривать. И, в общем-то, все, что они находятся из мира, они представляют, они скорее не умеют раскрывать, они это выбрасывают изнаружи и, в общем-то, остаются обычно на какой-то контроле ученых страны тоже. Чаще всего они перерастают, это в высшем варианте, становятся вполне порядочные граждане, которые могут взять на себя какую-то лидерскую роль и участвовать в их, только если по типу, по типу, по символику, то есть вводят, ну, какое-то разумение. И это часто демонстративные личности. Мы должны понять, что у нас у всех есть некоторый эффект. Конечно, наши реалии должны быть гармоничными личностями, гармоничный характер, то есть представленность совершенно различных черт, которые будут появляться в нужных ситуациях. То есть нужно нам выступать на этом эмостративной личности, собственно, которая хочет показать, что она прекрасна, которая хочет показать себя миру, не стесняться, ну, в общем-то, продемонстрировать своё личное качество. Но, к сожалению, вот мы начнём сразу здесь останавливаться на этапажах, к сожалению, конечно, природа, она не так совершенно, как нам хотелось бы. В каждом человеке предоставлено, может быть, какой-то переход. И этот переход может быть у небольшого переходника, мы тогда называем это оттенциальным личностям и характером. У каждого типа личности есть такая градация, может быть, по-любому еще. У каждого типа личности есть такая градация, может быть, по-любому еще. Ко мне больше нравится уровень организации личности, у каждого типа графических, все нормальные, пограничных и служебских отечественных. Мы имеем совершенно разные отношения по женщинам. И каждый может узнать, где вот какой-то небольшой, 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 небольшой. И проявляет самочный перевод, кто-то встретит, мы его донсортировать как-нибудь особо. На формировании на это влияет огромные союзные факторы, рожденные, которые были в том числе и в питательском мире, в том числе и в школе, и много чего еще. Не знаю, в каком родился человек социальный, в наличии одного родителей. Я такие примеры ребенка видел, кстати, фильм его смотрел. В общем, все это потом составляется в личности. И вот мы имеем ввиду такой инжен, личности, индивидуальной, каким-то небольшим калифортом. И вот, по-моему, демонстративной личности, которой часто принадлежат такие убиянии, известные хулиганы, я, может быть, от какими-то анимастетическими чертами, когда там больше какого-то похвальства, постарства, такого, да, желания на счет другого, в том числе, это люди, проявляющие себя. А есть и другой тип, и шифровый тип, не надо, не сказать, живо-хренение, название общее такое, которое как раз характеризуется в особо чувствительности. Мы уже здесь все понимаем, что если в основном малышу я не тянутся к маме, им нравится этот интересный контакт, у нее достаточно высокий порог, из-за моментов, с шумом, и поэтому, у них, как мы, в целом, дети знают, что эти малыши могут спать, когда рядом разговаривают с родами, потому что у них как раз этот барьер, специально организованный, чтобы не было где-то стимуляции нервных пациентов. То бывает, когда это, ну, дети, действительно, начинают с рожденных характеристик, которые, через неделю, чувствуют на внешней стимуляции. То есть шумный свет, прикосновения мокрой филенки, и такое ощущение, что вот в детстве, ну, что-то, что хочется, не меньше стимуляции. То есть обычно дети тянутся, да, чтобы там потрясли его, как я знаю, да, там покрутили, там, колокольчик, ну, что-то время, или погромче, погремушки, там, ну, да, они тебя палку ударят, и разные, не хуже ли они такие трагедии. Есть вот битер, ну, это такая, ну, слоя, да, без трагедии, ну, типа, повышенность, как будто стихольная лица, вторая школа, ну, в общем-то, наполнена битером 60-ом. Соответственно, нет для таких, ну, они, ну, если потом растут, в зависимости от того, что делать родители, если убегаются, если родители, не понимая, что ребенок, если ночью гулять, специально выпрещет, то есть, ну, уменьшается в его пространство. Соответственно, это, ну, слушай, состояние он хочет еще, хочет защищаться. Крайний вариант второй, это наоборот родители, ну, чудненько лежит, ничего не хочет, если вот тихо играть не хочет, контакта не хочет тоже, да, мама его оставила, и он растет вообще в своем сомнении. Ну, мы знаем, родители очень любят, так сказать, вот у них детей, которым он стал видеть, если бы выроследоваться. Это, наверное, как он спад, и вообще не общаться. Один будет спросить. Вот, никаких проблем. Вот, вот, если два края, понятно, поддерживать, то, соответственно, он будет успевляться, в ту или иную сторону. И, в итоге, мы имеем человека, действительно, очень чувствительного, но из-за того, что этот чувствитель ему бескомфортно, он обрастает, накрывается, таким плоским материалом защит. То есть, мир, ему кажется, адресированным. Понимаете? Потому что, вот, ему тяжело, с этим суммой справляться. То есть, для кого-то это норма, для того, что это чрезмер, тоже. И, мир кажется адресированным, не скажет, что с таким, который хочет от него постоянно чего-то, согласительно, каким-то образом. И, человек уходит в поле реальный мир, и основной защитой от людей является уход фантазии. То есть, он отстраняется от людей, он действительно проявляется впечатление тихого, спокойного человека, там, в принципе, он вступает в контакт, ни с какой-то, но он живет в своей фантазии. Ну, так как человеку кажется, что этот мир агрессивен, хотя он для нас здесь нормальный, естественно, мы понимаем, что же девушка с каким-то агрессивным, или, как сильному ужасу. Она, вот как у него, она начинает выдавать вот эту скрытую адресию. То есть, если у вас, для ребенок, которые по ночам смотрят, ему ужас покрыли, там, что-то еще, да, поносит оружие, и застрелялась, мы можем предположить, что вот это адресие у него закрыто, с надеялом, на задании контакта. И знать, что у каждого человека такой, скорее, приступитель. Более того, это минимальный процесс. приступитель. Но, вот, это объясняется, с теми того, что, как мама говорит, он идеальный результат. Более того, как от мира адреси сложно вступать в контакты, а у любого человека, даже такого, это желание есть. То есть, ему хочется вступить в контакты, безусловно, но у него есть страх, что тот человек, который у него, в котором вступит в контакт, может, мы не говорим согласиться, но так сказать. Но, как у него были отношения. Девушка дала показания, что он расстался, он признался, что у него нет интереса продолжать отношения, и он чувствует желание убивать в жизни. Мы же не говорим, что, еще раз повторюсь, есть разные градации. Если мы возьмем человека в Казани, не знаю, кто мы поставили диагноз, но он признан не изменяет. Когда с вами обсуждали, я думаю, это было заметно, что человек не в себе. И сам уже психотический уровень, не важно, с органическим расстройством, то есть у него было какие-то заболевания, может, или это, мне кажется, всегда приятно. То есть, да, у нас есть разные уровни. У нас есть акцентуация, когда, в том числе, есть этот фонд, этих людей миллион, которые живут в своем мире, они творят, и смеют, и глинируют. То есть, вот, какой контакт? У них обычно есть контакт, и он очень глубокий, встречаясь на солнце. Свою, так сказать, вторую половинку, с которой он может разделить, у них не страшно, конечно, человек действительно дружит, у них там, девушка видит ее. Но, если нарушаются границы, он может быть, да, девушка хотела продолжить, так, более глубокие отношения эмоциональности. Человек не выдерживает, да, не пользует. Естественно, человек может быть привязанным к животным, потому что животным менее, вы понимаете, настойчиво, менее опасным. Они не торгаются своей личной жизнью, или это не воспринимательное отношение. Человек, безусловно, может видеть свою маму, сказать, очень часто, да, и все эти отношения мы можем вспомнить какие-то, 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 какие-то отношения с мамой. Моя радость, моя радость, да, или все хорошо, заботливость, но эта мух, не агрессия, она изолируется, знаете, совершенно, она лежит в другом пакетике, она может взорваться. Пытаюсь, это не значит, что, если кто-то узнал в чертах этих, какого-то знакомого, то ему абсолютно ничего не значит. Дальше есть спусковые механизмы, есть какие-то обстоятельства, и так далее, и прочее. Это уже всегда стечение обстоятельств. Но объяснение того, как же такой сижу и спокойно, я пытаюсь, вот именно это объяснить, что ничего этого странного нет. То есть, всегда бойтесь и ставьте на контроль тех, кто молчит, потому что мы не знаем, что у них, но при этом мы знаем, что у них такие же потребности, как у нас и все. У нас следили, принимали, уважали, сообщали. Многие люди хотят этого, но боятся, потому что они там платили или что-то, но вот так как-то сложилось в жизнь. Так, а вот... Еще какая-то депрессивная систематика от этого, да? Вот более того, что вот эти ситуации разные, там, не только астерическая, там, демонстративная, шизольная, там, астерическая, в общем, их много. У 80% подростков они вот эти переводки есть, потому что подростков подберутся. То есть, все подростки в чем-то вот акцентуалы. Кто-то становится чрезмерно демонстративным, кто-то чрезмерно обидчивым, кто-то комфортным, поиск там все выразит. Только вот таким шизольным. То есть, это может быть временное какое-то такое, чаще всего есть помешательство, которое потом, в общем-то, выравнивается. Но если на что-то еще нахватывается, на такой сверхъедине, ну, опять же, какой-то такой уровень нормальный, стратический, либо уже пограниченный, мы сейчас не сможем это показать. А когда тут все произошло, начали опрашивать, конечно, людей, молодежь, которая с ним училась, в университете, в старших классах школы, они заявили, что на самом деле признаки того, что парень на грани часто ведет себя очень агрессивно по отношению и к своим однопластникам, и по отношению к учителям. Но почему-то на это взрослые обращали внимание. Мария, почему детей спрашивают о том, как они себя ведут в социуме, есть ли среди них какие-то выделяющиеся ребята только после того, как случилось. А когда они сообщают, что среди нас есть человек, на которого другие реагируют как-то иначе. И они говорят, ну, господи, можно... Прекратите буллинг. Да. Просто вот человек... Часто буллинг может быть причиной, а может быть следствием того, что человек себя ведет откровенно не так, как принято в какой-то группе людей. Ну, знаете, были следователи, сейчас не сошлись на кого-то, как раз просто наснулось, что вот эти убийцы, они лица, кто подвергался реальному убийству. мы должны это выразить, это завергается, но фистические личности. Немножко другая история. В общем-то они получают свое удовольствие, и, так как это какое-то, ну, в смысле удовольствие, извращенное удовольствие, они вот чехологи жертвы. Поэтому мы должны разделить. и целую искусную творожную информацию. А почему к детям не прислушиваются до того, как что-то плохое случится? Только после этого я бы спрашиваю. Ну, потому что, видите, давайте себе представим, что ваш ребенок вот такой замок. И он может стать прекрасным ученым, ювелиром, значит, художником, музыкантом. Среди вот этих вот профессий, где нужна концентрация отстраненность. И независимо от мнения окружающих, мы понимаем, что вот эти люди, они достаточно творческие, в том плане, что они этот мир не воспринимают, то есть, у него правила, вот то, что дано. Потому что, нам кажется, в России, они строят свой мир. Хотя вот вот большинство таких людей, они совершенно спокойно живут. В большинстве. Получается, что если мы будем сейчас за каждого главкнутого человека реагировать и стигматизировать и сделать из него объект для наблюдения, и пусть нет таких оснований. В этом вся и сложность. Мы не можем каждого ребенка поставить на учет и поставить в лучшем уровне жить, в камеру наблюдения и смотреть, что уж с ним происходит. Вот. Поэтому, в каждом классе есть такой ребенок. Ну, опять же, а вы понимаете, что это ваше? Я сама сталкивалась, когда проводишь экспертизу, то, что, да, ребенку такие склоны. И что, я должна в полицию заявить? Мы, естественно, пишем, что не лезьте к нему, будьте внимательны, не лезьте, в смысле, не давите, потому что эти лезьте, они не переносят давление. То есть, что надо более деликатно. Конечно, здесь родители, видишь, такой ребенок, нужно найти не такого же друга. Нужно истинно отдать его то общество, которое, ну, близко не ближе. Математическую школу, то есть, обычно там какие-то птички боли тоже, да, замкнутые. Значит, они шизофреники, ну, это вообще не об этом совершенно. Они совершенно могут быть нормальными. Вот эти качества, они могут быть хорошими. То есть, они играют на стороне норм. А когда их начинают давить, либо, наоборот, игнорировать, совсем уж игнорировать, не обращать абсолютно внимание, конечно, могут быть такие тесты происходить. Пишет нам Константин из Краснодарского. Правильно, да никак их не распознать. Никак. Только семья. Только воспитание отца и мамы. Больное, тяжелое, больное наше общество. Служил четверть века в МВД, 10 лет в уголовном розыске. По этим иным годам опытам не распознать, Галина, никак до совершения МВД. Только семья. А, ну, нет, но не только даже семья. Знаете, сейчас, да, вопрос, который меня волнует, как можно включить 17-му летнему человеку отдавать оружие без поручительства какого-то грозного. Вот этот вопрос, это уже не важно, что в городе летит, или, как я сказала, демонстративный. Демонстративный может не пульсивно схватить, нужно пойти стрелять, понимаете, а потом плакать и говорить. То есть это будет объяснять, что мир плох, что мир плох. Вот наш, это будет купить, надеюсь, последний опыт, по крайней мере, в какой-то ближайшей истории в нашей стране. В общем-то, он сейчас будет тоже много теории, много теории, что мир плох, много плак. А какой-нибудь истерик, вот этот демонстративный, импульсивный, прям там, непереходный, он может схватить тоже ружье и пойти выстрелить, потому что вот им сейчас что-то сказали, импульсивно, а потом сидит плакать и говорит, боже, как я это сделала, чтобы не было никакого чего-то. Поэтому, в принципе, оружие для людей типически неустоявшиеся, конечно, это вечно прещенное. Понимаете, если бы он просто пошел с ножом, естественно, жертв было бы значительно меньше. Ну, я спрашиваю, есть всегда что-то, с чем можно поранить другого. Ну, но ружье, все-таки, не для того, что нужно только для человека действительно адекватного предложения. Почему в США больше всего? Потому что там больше всего психоват, потому что там самое-то отпустое оружие. Мария, но страшно, что после таких событий появляются еще какие-то фан-группы или профайлы в соцсетях, вот, восхищаются этими убийцами, и начинают их оправдывать или пытаться оправдывать, почему они так сделали. Как правильно подавать информацию и детям, и даже в СМИ вот после таких событий? Мы поняли, что вы против романтизации. Против романтизации. Я против романтизации и против того, что в этом не стоит. Я считаю, что просто в каждой школе, не говоря о происшествии, может быть, не завтра, а как раз все утихнет, и вы можете быть. Должны быть просто проведения, скорее, что-то там случилось, еще так, ну, она случилась по понятным причинам, потому что вести никаких на четких инструкций, как себя вести, мы, и студенты, и мы, как это, в руководстве учебного проекта не имеем. Выводить, закрываться, все как-то действуют по, ну, как-то, по лодине. Ну, то есть, скорее, такая профилактика. Второе, то, что, например, ну, я говорю студентам, если вы видите вашего товарища, вы видите, немножко, где-то, в странстве общаются, не стесняйтесь каких-то странностей. У нас было недавно случилось, что, что уже про смерть, что она меня лишит, через полгода там бывают какие-то какие-то проблемы. Все, пошлось, мы понимаем, да? Действительно, как правило, студенты потом вспоминают о моей школе. Нужно не стесняться, для этого нужно недоверенному человеку. Ты не пойдешь к каждому учителю, каждому руководству, декану, преподавателю что-то рассказывать. Поэтому, ну, психологическая кумба, опять же, есть доверие, не хочется обладать. Просто рассказать, знаете, по странам, что там укладывается, что может быть в страну? Вот эти посты от смерти. Там может быть даже не агрессивные, а то, что, какие-то депрессивные посты, что жизнь не имеет смысл. Такие посты о том, что мир там не справедлив. Естественно, какие-то ссылки там, может быть, на клубы, которые поддерживают вот этот случай. в том, что мы тогда должны сделать? Мы не должны побежать на полицию и заявить за это. Понимаете, мы должны, как взрослые люди, очень мягко следить сначала, да, по поводу с ним занять этот, с ним он общается, может поговорить подруги. Потому что, если мы на него напором пойдем, я только что сказала, что больше всего эти люди любят напорить. Он спрячет еще больше ракушку, и мы вообще оттуда его не выходим. и это пойдет ему в стадию в мир, и потом, может, где-то вышли. Поэтому, все очень, ну, кстати, это очень нежное, да, что звучит, наверное, странно, ну, на самом деле, это очень чувствительные люди, и поэтому, к сожалению, они убивают, потому что они не выносят то, что мы все спокойно понимаем, как жизнь. А для них жизнь, это какой-то, ну, просто ад. вот эти милосемки, когда там, детишек с людьми, они не выносят с людьми, рядом с глазами, потому что, что это там, потому что самая большая симуляция, для нас это вытипляет глаза, для них она не переносима, не переносима, ни с каким-то другим причинком, симбиологически. Здесь можно вступить этот контакт. Понятно, где же с людьми, там тот же вот, они говорят, что ты здесь, давай там сейчас мы запаскиваем, там узлом, там обнять, там музыка, ну, эта компания, которая изучает висоски, он все умирает внутри, ну, вот так вот он устроен. Преподаватель начинает, и что он сделал, давай, давай, мы все, мы тебя обыдем, да, все, мы это не разрушительно, там, если демонстративно он начнет спорить, за какое право вы имеете, да я сейчас вам, понимаете, где-то, он сам смысл, все, у него там короткое замыкание, а если замыкание, что произойдет, еще плюс, повторюсь, еще какой-нибудь еще эпизод, и мы, к сожалению, вот такое имя. А кому детям сообщать о вот странности среди своего коммуникаста? В каждом коллективе, наверное, один фактор, должен быть человек, которому доверяйте. А не доверяют ли они кому-то? Вот, Алекса Ромяненко, преподаватель, прямо в университетах, который не прервал лекцию, его сейчас, вряд ли СМИ пытаются, ну, ну, по крайней мере, нарисовать человеку спокойно, практически геройский поступок, совершившим. Но дети, которые, студенты, у которых он читал лекцию, отказываются теперь с ним ходить к нему на лекции, потому что считают, что он подверг их опасности, потому что пренебрег, во-первых, ими просьбами о помощи, потом, когда родитель, одница одного из них пришла в аудиторию, только после этого отреагировал. К двери он сам не подходил, говорят, что это мама, которая пришла и сообщила об этом, открывал лекцию, открывал лекцию. Слушайте, у нас там не было, повторюсь, я не убежал. Я не знаю, что дети не будут доверять после этого своим преподавателям. Еще раз, ну, дети доверяют не всех, в том большое дело, поэтому в коллективе есть обязательный человек, которому дети доверяют. И этот человек отвечает тем, что он открыт и понимает их проблемы. Поэтому, в каждом коллективе нужно попытаться провести анализ, от кого может пойти человек. И этот человек, именно этот человек, понимая, ну, слушайте, каждый человек, которому доверяется, понимает, что не доверяют. он должен пойти в класс и скажет, да, что-то будет, о чем таком, в интимном каком-то ключе. Скажет, подойдите, покажите, да, чтобы на свободу испытать. Вот так вот, смотрите, сейчас придет директор, и слетка будет стоять там, бить, холостово говорить, если что, подходите ко мне, рассказывайте, разберемся, значит никто не пойдет. Я и говорю, что это тонкий, очень тонкий процент доверия ребенка, взрослых, студентов взрослых, что, что меня будут управлять, или потом это станет состоянием общественности, или потом, что это из этого будет. Ну, в общем, каждый крестик должен и подумать, в том, что это будет вот эта функция доброго полицефа, в данном случае даже не полицефа, а доброго родителя, потому что и дома могут быть какие-то проблемы, просто, а ребенке некуда пойти. Вот всегда это, кстати, школьный психолог. Всегда, потому что повторюсь, образование психологическое, пока мы над ним работаем. Пока мы над ним работаем, и, в общем, к сожалению, это не в школьной психологии, я говорю, к сожалению, не в социальной обстановке. Но такой человек точно и есть, точно и есть. Какая-нибудь Марья Ивановна может учить физкультуру, ты не знаю, там нянечка, которые каждый раз ребенка какого-то поддерживают, его нужно и выделить в школьной области. Я думаю, что это видно, как охранник. В нашей школе, не знаю, сейчас он работает, охранник, который, понятно, он каждого ребенка знает, все знает. Я представлю, что ему по ребенку смогли, потому что что-то там Вася чудит, может как-то проверить. Понимаете, все, этого достаточно. А каждому непосредственно говорить, безусловно. Это проблема уже не у детей, а у педагогов. И не каждый педагог должен стать вот этой мамой для всех. И не у каждого слова, и не у каждого слова, что это не обязано. Культура насилия идет сейчас, подозревают некоторые, поэтому происходит такая жестокость, и идет культура насилия с экранов. Согласна ли вы? Ну, то, что действительно насилие как-то поддерживается, и фильмы в стране, не знаю, там 60-х годов. И сейчас, безусловно, есть момент, но я ж не уверена, что люди смотрят какие-то наши сериалы, или тишину, и так далее. Ну, вот поэтому, да, есть компьютерные игры, но эффект их развития агрессии, остались вон своей. Опять же, дизайнер вот этот эмостративный истерик, он там все выпустится и порывится, что у него все поверхность, понимаете, вверх, он пену спустил, покричал, подрался, учитель Мухаммил, стрелял, стрелял, велёк, и спокойно вновь. А вот эти тихие, не нужно рассказывать, как справляться с агрессией? Необходимы ли специальные с агрессией? Необходимы ли специальные сражения? А 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 боятся, что их бросит, депрессивные товарищи? не не а а тип приобретённый или врождённый? Повторяю что-то, естественно, вот эта синдетирность, чувствительность, она врождённая. Она врождённая. И это не значит, что родители должны быть таким. Ну, соответственно, у всех этих вот историй, оно не имеет какой-то линейности. Не то, что папа, мама такие, а и б, там, да, сместились, а а, б, б, там, и там, там, думысловато, что это может происходить, а в это отвечать не один ген. Поэтому, чтобы тоже родители не думали там, что ой, что я там не так сделал. Ну, вот так получилось, такой, чувствительный малыш. Средний вид. Не слишком его там, понятно, пытаться развеселить, там, расшатать, да, и не радовать, что он там видит один в своих фантазиях. То есть, мы углажаем его право на фантазии, на вот это одиночество, некоторое распространённое, но мы интересуемся, что в этих фантазиях. Что в этих фантазиях. И берём эти, вплетаемся в эти фантазии, тогда мы сможем их регулировать. У меня был мальчик, который интересовался поездами, он не сидел, и ездил на полистанцию. Вот, и контакт невозможно было бросать. А вот, как я сказала, он говорит, вот ели в поезд, и он так туда просил, я попросил, я говорю, так что ли, чуть-чуть? он говорит, нет, неправильно. Понимаете, и мы получим да, мы уже руководим, можем обвозить. Мария, спасибо. прошедшее время нашего эфира подходит к концу. Напомню, что этот час мы проявились с нашим постоянным психологом в море и киселом. в море и киселом ООО Национальный Центр Здоровья город Москва Петровско-Разумовский проезд дом 29 строение 4 помещение 1 комната 24 ОГРН 116 774 682 43 59 Тема сегодняшнего разговора Растать. 66 40 41 40 41 41 42 Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...